Девушки отдыхают Включи лампу, у меня тебя не видно У нас что, кроме вот этого, отведите меня Гея, значит, там Маленькая лампа и так свет У нас что, больше петь нечего? Я бы спела Есть, конечно, есть Я не понимаю Мне просто понравится Я тебе помнишь, спрашивала, ты приходишь на урок И говоришь, песня нравится Я тебе задаю вопрос Чем? И ты Ну, да есть это И ты мне не можешь ответить А песни как человеку Ты не можешь сказать, чему-то нравится И всё Мелодия Там Если не брать в песни, там, например Уитни Хьюстон, да, какие-то там Где можно расписать Вот этот прям, вот этот, а то-то мелодия Значит, тут глисандра, тут Она должна запасть Понимаете? Да, подождите, подождите Ну вот так же, бывает, любовь с первого взгляда Ну вот вы встретились, вы глаза в глаза посмотрели Вот мне так мистер Пагани не понравилось Вот, вот Ну я почувствовала, что у меня Ну вот, ты почувствовала это И человек встречается, даже если Это, допустим, ну Что такое? Ну, я не знаю, мне кажется, что это Это не может быть какими-то ошибками Если ты Ну, знаешь, она тебе плохая У вас вчера у подружки тоже с котом поигралась Кисюш Не, она не царапается же Я знаю, но не надо на платье Вот иди на брюки Сюда Не надо на платье Кисюш, иди сюда Вот, и Животные всегда лезут к тем, кто их не трогает Прыгай, прыгай, прыгай Че ты, че ты спешишь? Вот она ко мне просит Ну давай сюда Все равно, я понимаю, о чем ты сейчас говоришь Мы же любим не за что-то Мы вопреки, любите какая Вопреки Но мы порой Вот то, что ты говоришь, мы порой не знаем Мы порой не знаем Я с кошкой живу А почему меня тянет к этому человеку? Почему? Почему тянет человека к человеку? Потому что это цепляет Похоже на все Резонанс Нам нравится в людях то, что есть у нас И также нам не нравится в людях то, что есть у нас Да, да, да Это так Заберите у меня Я у вас все съем Лишь, я тебе с собой насыплю Дело в том, что Вот Вот Мне кажется, что У меня же было, я же прошла через это У меня сначала было сумасшедшее Я сначала вспыхнула К Игорь папу Муж мой покойный На утро я поняла, что это ошибка Даже так? Да Потому что у меня не было вообще мужчины в доме Три года после отца Влада Я ни с кем не была И вообще И Влад не видел в доме мужчин Я просто одурела от того, что я оставила Диму ночевать у себя в доме Владику три года было И утром я ему сказала, ты должен на мне жениться Да? Да Так а он ходил три года ухаживал за мной Да Но эти ухаживания заключались в том, что он сидел в ресторане и ожидал меня До конца работы Потом спрашивал разрешение проводить Я говорю, спасибо, не надо, мне есть с кем Вот его, вот все Это все Больше не было ничего И вдруг вот В день учителя я позволила К нам домой пойти Не только у него были два друга Девчонки У меня Марина Тимашевская жила на квартире Ее подруга Роза Зайнулина И мы продолжали этот день учителя у меня дома Ну и вот допродолжались Я утром сказала, должен на мне жениться У меня сын не видел ни одного мужчину Он говорит, так я три года жду А что он предложение не делал? А я не давала ему это возможности такой Может быть, если бы я позволила ему проводить меня или еще что-то Он очень скромен Он очень такой без судьбы Получается, Игорь в вас пошел И у меня И у меня И у меня А я все У меня Вот все У меня нет У меня никакой нет Ни симпатии Ничего нет Ничего Я была вообще утром Во всем человеку Вообще ничего Я вышла за него замуж Я вышла за него замуж И утром проснулся Влад Ему сказал Этот мой папа Еще не будучи замужем Но он мужчину увидел в доме В спальне выходящего Я что, три года ребенку? И все И где-то через, может быть, полгода Сумасшедшая любовь пришла Просто сумасшедшая любовь Но эти шесть месяцев это был ад какой-то Что я только не делала Я очень плохо себя вела Я все делала для того, чтобы он ушел сам Сначала женила на себе Потом, вообще, я вела себя отвратительно Ужасно Это было ужасно Он все терпел Он все терпел Он очень любил меня И потом, спустя полгода, меня опять Переключили вообще Переключили Просто переключили меня И я так сижу и говорю Наташа, ты дура, что ли, конченная? А? Ты вообще, ты дура Тогда бы я сказала В 3D формате Или сейчас уже круче есть формат И 5D А, уже 5D? А может даже больше Да Ну, в общем И он пришел с работы И я извинилась перед ним Вас обратно переключило на то, что было в самом начале? Ну, в самом начале это была похоть Нет В смысле Вы хваженились Он полгода не нравился Потом полгода нравился Потом 3 года вообще ничего я не обращала на него внимания Нет, нет, нет После того, как вы с дня учителя Полгода он не нравился Потом полгода нравился Потом опять полгода не нравился Нет Нет Были просто ухаживания и безразличия Это я поняла Да, если иди углу Ухаживания ты не назовешь Не было чувства Может, ну, не были там цветы какие-то там что-то было Да Но он ни разу меня не провожала Я ни разу не позволила Я говорю, я говорю, Марина Вот мы с Мариной ведем Я говорю, спасибо большое Вообще не обращала внимания Единственное, что мне на нем нравился Это пуловер Больше ничего Стыдно признаться Но я в мужчинах очень Блю по сей день Это стиль От которого меня просто вот Плющи-таращи Прямо мне приятно смотреть на мужчину На котором надет Кому не нравится Пуловер именно Пуловер без рукавов То есть красивая рубашка В тон пуловер Ну, без рукавов Как жилетка? Ну, это не жилет Это Жилет это короткое что-то И И Распахивается А здесь Летанку Да У-образный вырез И Трикотажные Тогда очень много Было Таких Трикотажных вещей Сейчас не носят такое вообще А у меня лежат У меня лежат Пуловеры Влад носит такие вещи Он любит такие вещи старшие Младше нет А старший Очень любит такие вещи Вот И Он сразу как бы бросался Потому что всегда был очень аккуратен И мне это очень им нравилось Как бы импонировать Внешне Но и больше ничего Как бы я Оценивала именно вот этот аспект Вот этот момент И все И обувь всегда идеально чистая Но это Азия У них это вообще Он же Туркмен У него всегда была чистейшая Обувь Но я не говорю там брюки поглажены Это само собой Но они все следят С вами за этим Никто им Женщины Никто если говорят А вот там в Азии Не прикасается никто к этому Они сами все это делают Сказки тоже рассказывают Что там Рабыни там устроили Ага Рабыни Я уже сколько раз рассказывала О том как они там со сковородками бегают За своими мужиками Как поддадут Мало не покажется Проясню Ну мы понимаешь Потом случилось Мы выпили Красное вино Вместе с чешским пивом смешали Понятно да Крышу просто снесу И все таки сколько длилось потом Вот это чувство А все время До конца До конца А как пришел конец А он умер Он же болел очень сильно Так что А по поводу Если может не уместный вопрос Отца Влада А он А он Где он как Пошел Пошел Счасты Исчез 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 Такую сейчас историю Ненадежный был человек Ну Может сейчас все Вы поймите что может быть вот Ну как то вот Может у него все прекрасно сейчас Я не знаю Ну вообще сейчас Но на тот момент он Тебя так то Он праздновал, что у него родился сын, ушел, и все. Даже дверь была открыта. Ничего не знаю. У меня тоже дела нет. Отец мамы, получается, она только в 45 лет узнала, как его зовут. У нее было отчество ее отчима. Оказывается, она не Анатольевна, а Владимировна. Ну, не будем о грустном. Я расскажу свою историю с отцом. Ну вот, 20 июня у меня умерла бабушка, которая меня воспитывала больше мамы. Мама у меня сейчас сразу на работу вышла, а баб Надя меня на спине вытаскала. Бабушка Надя, она... Папина мама. И последние два года у нее была деменция развивалась, и я ее, собственно, два года и не видела. Прости, кстати, по поводу вот, подгейха, там, всех вот этих заболеваний. Люди, которые занимаются музыкой, поют, они не болеют. Паркинсон, не болеют? Подобные нет, у мамы уже другой диагноз. А какой она? У мамы у моей, у нее шизофрения, она все помнит. А, да? У меня уже прошел. Угу. Вот. Она всю жизнь руками работала на заводе, там, это... в огороде всю жизнь. Она до 79 лет в огороде была. Молодец. Прям... Степина бабушка до сих пор в огороде 80 будет. Ну, это... ну, как... в этом и смысл жизни. Если у них это забрать, все, их не станет. Ну, собственно, как и произошло с моей. То есть у нее, как бы, только с головой были проблемы, а физически у нее вообще... Ну, доктора приходили, идеальное здоровье, не с сердцем, ничего. Просто уже это... органы потихонечку от старости начали умирать. И вот последний год она была в доме престарелых, ее отец отдал. Ну, как бы, им сложно было за ней ухаживать, потому что оба работают и в ночь, и все. Она могла просто выйти из комнаты и, там, что-нибудь сломать, ну, вот такое вот. Ее прямо запирали на замок, ну, и чтобы такой ответственности не было, ее лучше там позаботиться. Я ее очень давно не видела. И вот, когда мы пришли на прощание, это вообще была не она. Ну, прям не она. Там просто один скелет был. Вот. И я вообще в ней свою бабушку не узнала, но я так счастлива, что я туда поехала. У меня еще мама задала вопрос, а вообще надо тебе оно... Ну, и ты там свечку... Свечку поставь и все. Я говорю, ну, ей-то хорошо, ей-то не нужна эта свечка. А мне? А мне нехорошо. Это мне нужно успокоиться, ей-то уже все равно. У нее экзамен по методике. Полина, она мне звонит в понедельник. Бабушка умерла, а в среду экзамен по методике. Что делать? Я говорю, ты ехать хочешь? Когда хочу, значит, ты поедешь. Ну, вот, и Ваня согласился со мной поехать. И получается, после поминок отец сам предложил поехать к нему. А вот. Так она, хорошо, ладно. И мы купили тортик, поехали к нему. Ну, а до сих... Мы вроде как помирились. Ну, когда я его на свадьбу пригласила, все дела. Вот не вроде. Полина, такого быть не должно. Нужно либо помириться, либо до человека еще не доходит, чтобы подошло время раскаяться и помириться. Я к нему приехала, но там было все очень сложно. Потому что он-то еще не принял ситуацию. Поэтому я говорю, вроде как. Когда я к нему первый раз пришла. И он еще это не принял, у него еще было вот такое отторжение. Потому что он до сих пор видел во мне мать, а не меня, не свою дочь. И когда мы вместе с Ваней к нему пришли, собственно, знакомиться, что с Ваниными родственниками должны были на свадьбе познакомиться, познакомились на похоронах его брата? буквально за две недели до свадьбы что с моим отцом они должны были на свадьбе познакомиться познакомились на похоронах я вообще последние два месяца в полном ауте перемешку со свадьбой днем рождением похоже экзамены и все еще в своем уме вот и купили тортик сидим на террасе на веранде дома там город и между домом огородом там построить верандочку и как всегда наш разговор зашел в тупик мы что-то там тоже отношения начали мало-мальски выяснять и все повышается голос и все мы начинаем снова ругаться ну то есть обычная история так все наши разговоры заканчиваются что делает ваня что делает ваня диана уходит что ваня делает не знаю такая версия ваша версия какая мы начинаем ну все ну доказывать что то друг друга а просто как барана вот так вот ударил не забирает тебя и уходит нет хлопает по столу да успокойтесь вы да скажи ты ей что ты любишь а ты скажи папа я тебя люблю быстро встал обнял ее он прям орал на нас он начал на нас орать типа дополюк ну скажите что вы любите друг друга я сижу на диване отец ко мне подошел да встань я сказал я встала мы обнялись и сказали что любим друг друга и вот он нас и помирил я была в шоке ну сколько мы раз не пытались как-то мирно вот это все обсудить все равно какие-то ругачки а он просто на моего отца ему 40 вру 50 лет ему уже ваня молодец он просто вот вы заколебали меня уже ваня молодец даже отец его поблагодарил за это я для меня и у меня просто мир перевернулся после этого а чё так можно было вместо того чтобы как-то ну поддержать меня и да полин пойдем вот как вы и сказали собственно так и должно было произойти нет да сколько можно то одно да потому скажите уже то что вы думаете на самом деле ну и короче все я просто удаляю себя от зла но здесь он молодец а я терпила я обычно до последнего терплю потом свожу ситуацию на нет мол так и надо я потерплю я удаляю нет нет последнее время я все я ухожу сразу и все и мы от мари говорит но я не видела его тут тут его голова было он говорит даже а твой отец проследился молодец что там степа также думает как одинаково не знаете сериал домашний арест по тнт вообще такая коза коза кстати выражение указала то что что смешно только у нас в красноярске в красноярске да и короче да что я думала приехала да при так я услышала какая-то я услышала кемеровская идем мы с одногруппниками и гуляем там возвращаемся в общагу и я такая такая коза была и начинаю какой-то прикол рассказывать но они все поражали и потом одна такая вообще здесь коза ты расскажи что в театре после премьеры был у вас какое-то обсуждение там или что-то еще там нет там премьера прошла не обсуждение было просто шампанское налили стол фуршет был такой-то мини и все потом все разошпределись на завтра снова например ну что-то сказал тебе режиссер лично тебе что-то было не приезжал баскин который создал музыку написал он мне во второй день ко мне подошел ну что молодец такая должна быть по поводу типа она должна отличаться там ну да у тебя взгляд похотливой кошки не так короче неудобно когда начались репетиции вот этого сцена мертон на кровати да в общем ну так сидит ник и я должна по нему там елозится короче всякая работа вот разложи вот об этих вот своих ощущениях я просто но даже двое два состава аня значит репетирует а показывает режиссер делать там туда-сюда там режиссер вам рассказывает или сам завозит и елозит и показывает а вот здесь а вот так вот присядь а вот давай вот так они раздавая сделаем так ну и уже делал но я сижу и сейчас же я пойду это ну уж прости что твоя первая роль такая ну и твои вот не очень удобно но приходилось и но играла правдиво прямо правдиво но я-то не видела прежде чем не видели но зато на фотографиях это конечно тебе режиссер что говорим вот как у нас в спектакле а что всем смертный грехов посмотрели нет ну вот посмотрите там похоть говорится морали нравы нынче не в чести взять все и сразу ну и в общем дальше по тексту и значит вот тогда а если допустим вероника это прилепится к тебе сейчас и ты будешь играть таких похотливых нет я уже принцессу до капризная ну капризная и заколдовали да и заколдовали сердце это ледичный спектакль а потом еще возможно летучий корабль есть спектакль и там это тоже принцессу забавлю ну хорошо у нас бывает такое что если попадаешь хорошо так типаж такой потом прилепится ярлык будет не ну я не только эту похотливую а вторая звезда приглашенная звезда а ну вот расскажи про приглашенную звезду ну как как эта премьера прошла эту эту роль как сыграла это ты в приглашенной звезде пела вот этот или той роли это вообще другой так лучше не показывать не этого показывают меня еще не вводить а вы еще не играл а понятно все они услышали никто не видел до них видели у нее премьера у нас экзамен у нее премьера у нас экзамен жарко да к ну и как вот приглашенная звезда тебе то какая большую роль понравилась лобби да то все таки и лозит тоже прокатило конечно научилась чтобы с ними не закутить приоритете никогда не были мужчины как только ты у меня учишься страдали со слов твоих что же как выдерживаешь вообще сама знаете к зеркалу подхожу вот видишь а потом посмотрели на веронику все и взяли сюжет кино фрагмент а мы много чего можем насоветовать для кино для кино их него говорят сейчас так скоро будем так говорить ею на репетиции ею на и ею на репетицию посмотрим на кино и юною вердили да нет ну скоро будет все правильно как говоришь так и говоришь ворог вот это все это ихник здесь там а ихник здесь ею на я ее не знаете какой еще правило из чего не нравится получается вот эти вот пять лет я так вели это я из кемерово даже красноярку это бесит короче вот это окончание городов там изменили кемерово не склоняются да они теперь склоняются а теперь склоняются а да кемерово кемерово да ой как будто из деревни у меня из Ачинска и в Ачинске ну у тебя Ачинск не заканчивается на О который не склонялся ну как бы вот кемерово да я приехал из кемерово из кемерово а не из кемерово кемерово я подарил песню кемерову да 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 кемерово кемерово есть кемерово ну обидно ну а что сделаешь девочки это свое государство свое царство говорите как правильно как вы считаете это большинство бесит меня нет кемерово я и кофе никогда не скажу что ну хоть уже привыкла и переучилась и звонят не буду говорить никогда единственное путаю включат и включат вот это вот да подарки может вручат а может быть включат а может быть собака может быть корова а может быть коров умирать Я допустила ошибку, когда писала вступительные в институт, там было вот это слово. А я знаю, у многоточия есть песня «Щемит в душе тоска». Я думаю, ну это ж рэперы наверняка не ошибаются. Ошибку допустили. Вариантная цитология. Я такая думаю, наверное, щемит. Ну, говорят же, ой, сердце щемит. Я от кого-то слышала. И, короче, я взяла и выбрала всё-таки щемит, а оказывается, рэперы были правы. А я такая... Я когда начинала работать, мне пришлось купить все археопические словари. Я всё это изучала, потому что я вела культуру речи на нашем курсе. «Щемит в душе тоска». Я всё это изучала, а потом получилось так, что через три года его переиздали, а он стоил почти тысячу рублей. Ну, на неё у меня все стоят на змеи. И там поменяли две части. Да, он часть поменяли. То есть я не успевала, потому что... Ну, у меня был... Как его? Навожилов, Женя? Бал, мне такой у нас. Вот. Я его просила, говорю, Женя. Это муж... Да, 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 Наташа. Я говорю, Женя, у меня к тебе просьба. Я говорю, ты же там в интернете... У меня ещё интернета тогда не было. Я говорю, ты же ас у нас. Ты у нас все эти неологизмы. Я говорю, ты всё вот это вот... Как бы вперёд планеты всей. Я пришла на урок, он пишет. Обама в белом доме. На этом, да. Обама в белом доме. На доске. Я говорю, ну, Женя, наверное, написала. Я его просила. И он мне подсказывал, что изменения какие-то. Изменения какие-то. Я говорю, ну, не угнаться-то. Ты видишь, что делается? Они берут его, переиздают. То есть они там у себя в доме... Ну, что, ты в типографии работаешь. Ты, дочка моя, значит, ты, значит... Неудобно тебе так говорить. Давайте поменять. Да, да мы поменяемся. Зачем мы будем учить? Мы сделаем вот так. И ты получишь госзаказ, получишь денежку большую. Ну, переиздашь это всё. Потому что он стоит, извините, почти тысячу рублей он стоил. Огромный словарь. И потом я поняла, что... Чего его покупать каждые три года? Они опять поменяют. И вот за мою бытность пока вот я культуре речи читала. Дважды меняли. Дважды меняли. Так творог или творог? И так и так. Не, ну, а раньше было как? Это свеклая, свекла. Не, ну, раньше было как? Творог. Творог. И свекла. Ну, я всегда с детства называла свекла. Я не знала про свеклу. Ну, ёжи-то ударение. Ну, всегда. Но существуют вообще вот каноны? У нас не было свеклы. Так же как во множественном числе выставили ударение свекла. Свекла. Да, у меня было всегда свекла. Ну, вообще-то ёжи, если ёд ударение на ёжи... С детства. Ты в городе копаешься, и у тебя свекла. О, свекла. И всё. Нарко, гляди, свекла. Ну, сейчас сделали и так, и так правильно, чтобы не ошибаться. Это же вообще проще. А сейчас мы будем говорить их здесь, а там. Да, да. И всё. Ну, вот, но, как бы... И те, которые будут говорить правильно, они будут отстоем. Не думаю. Да? Сейчас всё равно. Знаете, когда-то я в подвале, в видеосалоне посмотрела фильм. Мальчишки совсем были маленькие, только родились здесь вот. Недалеко, они были подпольные, видеосалоны эти. И там, значит, 2020 года, как бы, ну, в будущем. Я когда-то посмотрела, то есть школа, как ведут себя, ученики, педагоги, кровь, убийства, там, все насилования, и как девочки разговаривают. Ну, то есть всё. Сейчас всё это есть. 21-й год. Интересно, посмотрите. Я даже не вспомню сейчас, как название этого фильма. Валерия Гагерманин. Сейчас всё это есть. Один в один, как по фильму. Вы понимаете? Ну, там же утрировано всё равно. Мне кажется, там мягче, чем сейчас. Вот этот молодой человек, я что-то тут задумалась. Мне девушка написала, Колинка, вопрос задала относительно одного из блогеров. Ну, я ещё не изучала этот момент, я вам сброшу ссылку. Просто посмотрите, если вам будет интересно. А второй, там, по поводу вот этого парня, который в Казани стрелял, да, всё. И, как бы, знаете, я о чём подумала? О том, что он уже управляемый был. То есть это было конкретно, как бы, ну, я не исключаю такую возможность. Что-то сумасшедшее. Ну, говорят, что уже был диагноз БА. Ну, не было. Ой, какие. Ну, не было. Ну, не было. На смысле, что он есть? Да если человек неугоден, ему пришлют этот диагноз. Я же вам сказала, сценарий один. Всех больницы сам подтверждаете, с чего мы начали 4 часа или 5 часов назад. Сами говорите. Ну, тогда бы каждый третий ходил и убивал всех. Если бы это было навязано. Да дело не навязано. Это как исключение? Да программу, Поля. Программу. В мозг уже просто программу. Кому? Этому молодому человеку. Он же не один. Я не знаю. Я не разбиралась в этой ситуации, но у меня возникла эта мысль. На ботезе, да? В смысле, конкретно его завербовали? Да не просто завербовали, а перепрошили. И запустили просто в мозг конкретно ему программу, задачу зайти и расстрелять. Так мало того. Ну, это все было... Вот фильм «Моим мальчикам 41 год Влада». Понимаете? 41 год. А я это видела, в видеосалоне, в подпольном этот фильм. Такой взрослый. Как... Вот это все происходило. Я тогда... Это был фильм ужасов прям. Вот фильм ужасов был. А сейчас у нас это вот рядом, это жизнь. А сейчас это жизнь у нас. Поэтому я живу в своем государстве. Самое страшное, а не этот парень. Я не избиралась. Я могу ошибаться тысячу раз могу ошибаться. Вот ты еще раз. Я умаю. Это просто чип-то гипотеза и... Я не знаю, это кто создал. Не слышали? Нет. Я схожу и сейчас пойду. Ну, ты расскажешь. Пока. Можешь начинать, я тебя слышу. Да? В общем, в интернете стали писать, какой он красивый. Что... Ну, даже не учитывая, что он там убил детей, там, да, эту учительницу бедную. Ну, чисто по внешке мне он нравится. И реально создают, ну, эти сообщества ВКонтакте. Или где-то там еще, или форма. А он как? Его посадили или он себя тоже убил? Или его... Пристрелили. Убили? Пристрелили. Его пристрелили. Нет? А не он себя. Нет. Ладно. Его, по-моему, в дурку посадили. Если честно, я не интересовалась. Я тоже. Можно заколдить, если интересно. Но вот эти девчонки дебильные, какие-то малолетки, вот начали вот этот... Он мой краш, он мой... Я даже видела, у меня в ленте вышел опрос, кто он для тебя. Краш, там, ублюдок, или там кто-то, ну, или там еще какое-то обзывательство, типа, жечь его. Краш. И сердечки в глазах. Кажется, вот последние новости. Вчера была какая-то новость. Посмотрим. Краш. Ожидает экспертизы в Москве в фан-центре. У него приоружение опухоль в голове, которое может давить на участке нового влазка. Нарушает в обращение. Специалист, порядка, что с избеганием может выйти в цитус, в обмене рассудка. Возможно, то, что им удобно. Ну, конечно. Давай. Значит, он жив, короче. И что, Полина? Люди восхищаются им? Его внешностью. Не его восхищением. Не люди, а глупенькие, маленькие девочки. Так мало того. Эти девчонки, ладно, хотя бы понимают, что он натворил, но говорят, ну, внешка его класс. А есть действительно парни, ну, в основном это парни, которые с ним солидарны. Которые также ненавидят. Ну, они тоже возгласны. У нас просто нет. Из-за того, что это все освещают, есть, появляются эти, как называется, следователи. Это же просто вот подумать. Ну, а вы что по этому поводу думаете? Что это? Рагнарёк. А? Рагнарёк. Что? Ах, Игорёк, Игнар, Игнарёк, пошли со мною. А, сейчас перефразирую. Думаю, как называется. Загубились. Это что-то из мифологии? Угу. Это мифология. И значит, что... Конец света по-скандинавски. Ага. Рагнарёк. Ну, Тор Рагнарёк смотрели? Нет. Гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и ихтоническими чудовищами. Пророчество о Рагнарёге, согласно мифологическим источникам, было произнесено мёртвое провидице Ивелево, который специально для этого на время вызвал из могилы Один. Ну, понимаете, Один. Это была... Это другая мифология. Это всё для того, чтобы за... Это скандинавская мифология, согласна. Ну, это всё в мозге, чтобы задурить, задурить бедный мозг. Знаете, что я вам хочу сказать? Показайте в комментариях. Если попадает информация в мозг, её уже не стереть. Угу. Она как бы там остаётся. Ну, то есть, это вы услышали, остаётся. Другое дело моё отношение к этой информации. Но она уже там. Вот ты сейчас вот поговорила, всё. Ну, мне даблевотина вот это всё. Но я же всё, это же... Но это же история. Это мифология скандинавская. Что это история? Ну, мы сейчас сериал про викингов смотрим. Это очень интересно. Ну, это викинги, вот это всё. У них своё там понимание. Много же у всех разных пониманий. Сейчас шестой сезон, там Никит Козловский играет. Мы смотрели... Русского царя. Ой, князя. Мы начинали смотреть сериал Викинг. Это так... Оля, история, это очень хорошая. Это всё фильм. Это не фильм, сериал. Сериал. Но как толковать эту историю? Трактовать. Трактовать, толковать эту историю. Ну, да. Это же большая разница. Это же большая разница невозможна. И там Рагнар, Лондон. Да. Есть библиотеки сезона, которые... Мы один или два посмотрели. Наверное, ну, вечность всю, вот, пока будет существовать Вселенная, будут спорить и так и не поймут, о чём идёт эта вещь. Очень, это такое, депрессивное. Да, очень сложно. Мне нравится оставлять задуматься. После очереди расстрелилась, когда... Очень сложно. Когда свою жену... Типа, что они разошлись. А я не дам. Мне это разбилось сердечко. Они подходили. А я не дам. В смысле с этой дурой? У меня было просветление. Нет, у него была жена изначально, блондинка. Которую он потом ушёл к другой. Ну, недавно было. Недавно я подсердилась. Которая была дела там. Ну, я про это и говорю. К этой дуре днём намного. А, к этой дуре днём. Вы сказали, а к этой дуре днём? Да. Да, к этой дуре днём намного. Не, а лагерка намного. Да. Вот, а режиссёры берут, правильно, они берут вот эти вот все сюжеты. И плюс ещё туда накладываем своё режиссёрское видение. Плюс с учётом восприятия, в первую очередь, расчёт сейчас на молодёжь, потому что мы ещё, слава Богу, наше поколение живы, и мы как бы не на ГМО воспитание. А у них направление как раз на молодёжь, поэтому они накручивают, наверчивают сюжеты всем. Ну, туда ещё плюс ко всем этим вашим историям. Там вы смеялись. Чтобы вы схавали всё вот это. Или как-то, говорит, хайпнули, или как-то. Вообще, я серьёзно. Вот в моё время было слово «хавать». У нас тоже. Ну, в смысле, в моёй. People have it. В моей молодости это слово было. А сейчас оно осталось тоже? Хавать. Ну, что это? Не так. Да. Воспринимать, поглощать. А хайпнуть это что? Хайпануть это, короче, типа прославиться. А, да? Быстро и подкобременное. На короткий срок, да. То есть инфоповат резко, и потом он так же резко затухает. Фигня. То есть я нахавалась чего-то и потом хайпанула. Так? Да нет. Многие так и делают. Да? Или что? На чём вы свиняете? Ну, знаешь, можно любую тему взять, популярную сейчас, допустим. Вот антипрививочники, да? Создаёте статью, видео, там, не знаю, рассказываете. То, что сейчас популярно. В каком-нибудь таком, знаете, контексте. Я как раз об этом не говорила. Как сказать? Хотя есть мнение. Провокационный. Создаёте такой сюжет достаточно. Инфоповод, да. И люди такие, ну, вы провокацию не делаете, они такие набегают, вы хайпанули. И я хайпанула. На том, что сейчас популярно. Ага. То, что... Словили волну и подняли свою популярность. Но это накрадует. То, что актуально для большинства вообще людей сейчас. А, ну да, но они же будут набирать там, найти по тегам. Ну, например, там, выборы, да, и все блогеры снимают про выборы. И вот за счёт этого людям это интересно, они просто набивают выборы. И тут... Интересно. Я, к примеру, не... Это вообще интересно. Правда, да. Нет, подожди, мне интересно, когда-нибудь они будут нормальные. Вот это мне интересно. Нет, не будут ничего. Да ты уже поставь на этом крест. Зачем думать об этом? Тебе мы уже не о чем думали. Ты на репертуаре. Мне почти 27, а я не... Нет. Они не изменятся. Они не изменятся никогда. Никогда не изменятся. Это всё будет всегда... По сценарию. Вот, допустим, у вас есть свой блог, вы хотите резко прославиться, просто... Ой, нет, нет. Ну, нет. Я даже, если мы сейчас поговорим про прививки, я ни в коем случае... Я не про прививки. В названии не будет этих слов. Вот, да, вот, что вы хайфануете, вам надо быть. Нет, вы просто берёте повседанную теку, её обозреваете, и всё, вы на вершине. Ой, не надо. Не надо же таких высот. Не надо. Да. Типа так некоторые дёшево зауёвы популяции. Разно. Не надо. Не надо. Думали, в пиртуаре. Выборы. Чё-то тут везде развешены, опять, плакаты. ЛДПР, ЛДПР. А, ну, листовки хотели, да, в Сочи. Ну, такой сегодня выбор. А кого выбор? Ты же в Горсии. Губернатор Красноярского края. Да? Вместо УСА? Ну. А кто там у нас? Да. Понятия не имею. Да кто ж отдаст-то власть? Если он нужен в Москве, никто не отдастся. Он будет как-то, наверное, перезабираться. Это ладно. Для вида же это всё. Конечно. Нет, ну это деньги большие. Ну, это же край, может. А что, это не будет голосование? Им же нужно искать, ну, сколько денег-то на эти выборы. Когда будет он на голосование? Не знаю. Отмытка. Точно, будь здоровы. А так-то, если их не будет, как деньги-то? Хайпнуть. Хайпануть. А, хайпануть. Правильно ударили. Это как этот. Будьте в тренде. Как его, который необъяснимый, но факт. Игорь Прокопенко? Нет. Не Прокопенко. Ну, не объясняю. Ну, лысый. Ну, лысый. У него же, то есть, продолжаем хайпить. Забыла, как его зовут. Он любил в детстве эту программу. Давайте письмо, напишем дебильную. Хайпанём. Хайпанём. Ну, тогда... Нет, вы на своём канале. У тебя же есть, мы на твоём. На твоём опубликуем, не на моём. А вы видели это? Рэп Владимира Киселёва? Нет. А вы знаете, кто такой Владимир Киселёва? С первого канала пропагандирует. Идущий? Ну. Я не отношусь к нему позитивно. Я телевизор смотрела последний раз, наверное, лет 7 назад. Ну, я поэтому и спрашиваю. Ну, я же помню. Фамилию. Идущий. Дружко! Дружко, да. Сергей Дружко. Вообще первый раз слышал. Он, короче, вот... Он живёт раньше передачу... Ой, необъяснимо, но факт на РЕН-ТВ. Видели хоть раз? Раз разу. Вот, там... И на РЕН-ТВ, по-моему... Или вот это... И, короче, он вышел в Ютуб, создал канал, и давай там какие-то приколюхи делать, и на этом хайпанул хорошего. А что это даёт-то человеку, если он хоть деньги? То есть просмотры, равно деньги. Ну, короче, набираешь определённое количество просмотров, тебе денежку капает. Майнинг называется. То есть, ну, вы знаете, наверное, что такое. Я не знаю. Мне кажется, Майнинг больше связан с цифровой, с криптовалютой. Да у меня уже давно... Это реклама. И... Вот когда определённое количество подписчиков и просмотров у вас на канале образуется, вам с Ютуба приходит предложение о монетизации. Я подарила монетизацию сыну два года назад на 23 февраля. Сама уже два года ничего не выпускает. Бладшим. И какие-то там копейки капали, и Игорь никак не мог ничего не снять, не перевести, не оплатить. Ноль. А потом они изменили всю программу там, и теперь нужно... Всё остановилось. Сейчас у меня нигде ничего не капает, никаких денег... Ну, у вас реклама должна быть на канале для этого. В общем, я не знаю. Можно я не буду ничего? Я ничего не разбираюсь, мне ничего не надо. Мне не было... Нет, мы спросили, что с этого... Что это даёт? Ну, я дала Игорю карт-бланш. Я говорю, Игорюк, вот тебе все пароли, вот у тебя компьютер, садись. Я не знаю. Там тысячу долларов. Была на... Вот... Ну, где-то... Год назад. Сколько это? Сколько? Ну, не знаю. Там застопорилось всё месяцев, может быть... Ну, не знаю, 7-8 месяцев, наверное, уже как ничего. Да, это 72 тысячи. А я сказала, забирай, я тебе это... Он такой, нет, я вложился в доллар, доллар поднимется с него. Нет, мы не можем разобраться, что с ним, с этим вообще делать. Интересно, мне кажется, столько должно быть... И они так вот висят, всё просто застопорено на счету. Новых вступлений нет, там всё время пишут, вы должны что-то куда-то отправить, вам отправить, вы должны... Может, реквизиты какие-то? Куда-то что-то сделать, дело не в деньгах, а чтобы продолжалась она. Я не понимаю, мне это не надо. Ну, если сыну не надо, мне зачем это? Мне не надо только. Мне всё равно. Давайте монетизируем канал Натальи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем тортики себе продюсировать. Мне это совершенно... Мне всё равно, я даже не заглядываю. Просто мне пришло письмо на почту, чтобы я что-то сделала там. Но я не понимаю, что это такое. И я зашла. На пироги такое. И что для того, чтобы продолжить зарабатывать, для того, чтобы всё, вам нужно задать, вы давно. Покажу вам неудавшуюся попытку хайпануть человека, который совершенно далёк от этого, не зная, какой в этом был, в принципе, смысл. Ой, Киселёв. Ну. А может, я и видела. Не знаю. Мастер смеха. Киселёв в эфире. Сочитаю о себе. Я был в ссор. Присуем в ссор. Мне 64 бров. Я встаю в 5 утра. Куда в реке Россия? За окном вас кларикан. Надеваю белые кроссы. Любимое худи. Прыгаю в тачку. И вот я уже на студии. И фарах лист купю. Без лишней листики. Это просто Киселёв. Это просто везде. Сидишь на кухне. Показываешь Америку. Это как по моему каналу, по каждому. А в России один. Реклама вести по популярному. Это к Новому году. Дикция хорошая. Я не знаю. Реклама вести по франции. Платил свой газопровод. На их санкции. Рэперы используют мат. Стадионы собирая. Но зло употреблять нельзя. Все, как понимают. В России мат по делу. А стадион не выступаешь ты. Не построился, если прорад не получил. В интернете все время задевает Россию. В тот момент, когда хотели хайпануть, но получилось очень криво и очень стрёмно. Испанский стыд это называется. Не удалось. Становится стыдно за федеральные каналы. Ещё больше. Сколько ещё надо подождать? Мы катимся. Мы сели на саночки и поехали. Ежиков мы не делали ни разу. Мы другого делали. Покажите ёжик. Вот сейчас у меня флэшбэк. Бэлла, Бэлла. Да? Нин, делали ёжики. Ну это же невозможно, я же не под копирку веду уроки. Я понимаю, просто типа интересно, как он делает. Очень странно. Распирка фрага работает просто. Была перед ансамблем у нас. Как бы не соврать. Ты сначала проглотишь, что у тебя во рту. Ага. Что это за манера такая? Попей водички. Ты легкой техники. А вот нечего попить. Ну давай же. Ну что значит нечего. Какая твоя чашка? Безобразие. Полный рот у неё всякого там. Орехи там. Можно мне чуть-чуть тоже? Легко. Вероника? Нет, нет, спасибо. Она уже отказалась от прививающей кушке. Вот это. Ц-ц-ц. З-ц-ц. З-ц-ц. К-к-к-к. Там что-то. Фу с чем? Это странно. Ну может это на дикцию больше? Ну у тебя фраза. Я пересушила все связки. Вот это. Х-х-х-х-х. Ну это да, долго нельзя делать. Нельзя ни в каком случае. В итоге у меня сейчас слиплось. Их надо чередовать. Их такох-хом темпе, потому что там должна быть две задачи. Не только биофагма. К-г-к-к. A. А если К-г-г-г-г? Один ростов, да. К-к-к-к-к. Ну да, то есть всё. Но это не давать, это не выполнение правильное, это просто гонка, а смысл какой? А когда ты взрывная К, у тебя и дикционно, и здесь всё работает. И слюна успевает смочить. Да, 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 а вот это... Кстати, на какую тему вы хотите песню? А, ну, я не знаю, нам надо как-то вот про девичник. Надо про девичник, что тема должна быть такая, что мы не будем губы, там это, как это... Надувать, качать? Да, да, надувать, качать, мы и так нормальные, дикционки, да. Ну, я в том плане, что... Мы за трушность, естественно. Да, да. Трушность. А это что за трушность? Тру? Это правильный, верный, правильный. Тру, да. Тру, тру, правильный. А вульгарность знаете, как переводится? Вульгарность? Ну, по-моему, не так, как мы всегда понимали. Ну, как? Обыденно. Да. Да? Вот видишь, да, я узнала, что как-то не так. Мне казалось всегда вульгарно, это безвкусно. Это безвкусно, да, обыденно. Поэтому сейчас, понимаете, сейчас получается, что все же уравниваются, как бы. Все вносят одно и то уже, как бы. Всегда так было. Если ты выделяешься, с тобой что-то не так. Ну, это, по-моему, хорошо, но все должны быть. Ну, это первобытное, вот это вот еще у нас осталось. Если ты выделяешься, значит, ты себя позиционируешь не таким, как все. И тебя за это могут не любить. Да пусть не любят. Нет, я про то, что все стараются, не все же личности сильные. Наоборот, быть консольными. Все пытаются подстроиться друг по другу, чтобы не выделяться, чтобы не иметь проблем. Во всех пониманиях. Поэтому это для человека характерно. Мне всегда было важно, чтобы было удобно, комфортно и красиво. Никогда не носила модных вещей. Ну, это же тоже модно было. Сейчас все возвращается. Все вот эти лапши сейчас, вот эти гофрированные штаны, это все проходили на это все. Семидесятых. Кофты, лапша, вот эти вот, ну, которые вот такие. Писк такой был, сумасшедший совершенно. Сейчас опять писк. Все возвращается. Все, все, все возвращается. У меня вот сапоги чубки лежат. Классные. Молодные. А? До колена. Ну, до колена это. А что? Вот до сюда есть? А, нет. Прям чулки. Таких не носили. Прям чулки. Ну, мы тогда до колена. В отход. Ну, мы до колена. Поэтому, если надо, берите. Носите. Там пара четыре. И лак, и кожа. Всякие. И размеры разные. Особенно тридцать третий. Тебе этого нет. Тебе нужны? Нет. А ты уже сюда поносить? Я забыла, все время забываю вам принести. Помните, вы мне штаны отдавали? Они мне сейчас совсем большие стали. Ну, значит, вернешь. Вот. Я все время забываю. Может, кто-то другой поносит? Ну, может, Дианка наносит. Да мне, наверное, вообще там все. Ой, я забыла. Ну, я найду эти, как турецкие кофты надо вам. В следующий раз соберемся, я вам отдам. Может, там желтенькое есть. Может, там желтенькое есть.